Привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Панин Виктор и я приветствую вас на канале Panvik TV. Сегодня хотелось с вами пообщаться по поводу новостей, что у нас нового, какие изменения в жизни, какие у нас планы на будущее и проще, также связанные с моим каналом в том числе. Итак, начнем. В самом начале я хотел пригласить свою девушку, вечного моего оператора, Смирнову Кристину. Проходи. Всем привет. Итак, познакомьтесь с Кристиной, она постоянно снимает меня, последние видео, да, также стихи, также это было по поводу последнего влога. В принципе, она помогала мне в съемках с Абхазией. То есть, да, Кристина, поздоровьтесь всеми еще раз. Еще раз здоровы. Так, начнем с самого начала, да, вы видите за моей спиной, за нашей спиной этот дом. Это дом моего детства. Я тут родился, я тут жил. Этот дом находится в городе Кашира, так что мы переехали. Переехали мы сюда ради работы, ради бизнеса и ради съемок. Ну, давайте теперь немного по порядку. Ради работы, да. Я сейчас работаю, не буду говорить где. Это будет, ну, возможно, сюрпризом в будущем, возможно, нет, но пока что я не буду ничего рассказывать. Дальше планы. Планы на бизнес, их, наверное, познакомит лучше Кристина, потому что именно она сейчас занимается именно нашим интернет-магазином Тельева. Расскажи. Ну да, сейчас я занимаюсь нашим интернет-магазином. Ссылочку оставим в описании. Вот, выкладываю позиции, стараюсь как бы заполнить максимально группу полезной информации, так что заходите, подписывайтесь, заказывайте. Также буду очень рада проконсультировать. Вот, это пока что наши планы на данный момент. Потом, конечно, планируем уже выйти на сайт, тому подобное. Ну, все же вам не расскажем сейчас, поэтому все чуть позже. Вот, ну, пожалуй, наверное, это вкратце, касающиеся магазина дела. Вот, ну, дальше расскажешь, наверное, Виктор по поводу своих планов. По поводу планов, да, будущей съемки, как вы видите, дом, да, и также этот дом находится вокруг него. Много что интересного, пока что показывать не буду, обзор дома сделаю позже. По поводу съемок, да, съемок отсюда мне начинать проще будет снимать путешественник на поезде, потому что я уже начинаю узнавать некоторые города, в которые в скором времени поеду, для того, чтобы их просто посмотреть, для того, чтобы написать сценарий. Также мне здесь будет намного удобнее снимать мои стихи, так как в этом доме они были в большинстве своем написаны. На данном этапе хочется уже сразу выразить огромную благодарность Максиму Чалову за то, что он своим стихом показал, как, надо правильно озвучивать свои стихи, не буробить, не в себя и говорить, а именно выговаривать. То есть, да, сейчас наступит более-менее теплая погода, уже когда начнут распускаться деревца вокруг, я хочу перезаписать стихи, то есть, да, все, которые вы уже увидели и будущие в том числе. Стихов очень много, поэтому я решил на данном этапе еще кое-что. Я решил сделать еще два канала, то есть, именно один для путешественника на поезде, это только он будет относиться к моим путешествиям на поезде, и еще один, это именно исключительно мои стихи. Название этих каналов будут озвучены в новом видео, когда я буду снимать обзор про дом и его окрестности, да. На данном этапе мне хотелось бы уже закончить данное видео. В будущем смотрите и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, так как они будут выходить теперь намного чаще, в любом случае, и также они будут скорее всего уже, может быть, будут интересными с помощью вас, с помощью ваших комментариев. Я стараюсь сделать их намного больше интересными и более увлекательными. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если нет, ставьте дизлайк, и пишите рядом, чем не понравилось, что вы рекомендуете в нем изменить, и что бы вы хотели бы увидеть после этого видео, да. Так что, все, до новых встреч, всем до свидания. Для размышлений, которые вы бы хотели бы от нас услышать, может быть, там касающиеся дома или там касающиеся обычной жизни, мы все снимем. Пишите главное, мы будем прислушиваться и делать все для вас. Все, хорошо. Всем пока. Всем пока. Все доброе.